Всем good and так! Настало время рассказать вам о великом и прекрасном, забытом и волшебном, как всегда. Чё такое? Зажигалка? Блин, иди прикурю. Свою надо иметь. На. Нормально прикуривай. Вот. Чё встал? Иди за камерой следи. За базаром следи. Вторую ручку покоцал. Блин, ты чё? Я не покоцал. Я практически ветеран войны. Войны с котом. Ну ладно, сейчас не об этом. Ну что ж, я очень часто поднимаю такой вопрос в своих видео и буду поднимать обязательно на тему замков и дворцов. На самом деле между ними колоссальная принципиальная разница, которая очень важна для вашего понимания и для понимания вообще всей красоты, которая вокруг нас творится. Особенно здесь в Германии, где этих замков и дворцов просто как мусора, блин. Хотя мусора тут мало. Ну вы поняли в общем. Суть в чём? Когда вы как турист, допустим, вот у меня была часто такая проблема, вы приезжаете в какое-то старинное красивое место, видите, на горе стоит замок. Вы думаете, это настоящий средневековый замок прям. Там, наверное, были рыцари. Вот эта вся история. А выясняется то, что нет. Ему всего лишь 100 лет. И вообще он очень молодой. Это не замок. Это такое псевдо. Это лишь имитация закос под настоящий замок. Ничего там средневекового нет, старинного. И всё это просто муляж. Вот муляж реально. И такое встречается очень часто. И люди, об этого не понимая, ох, как птички поют, думают, что это настоящий средневековый замок. Что вот они такие, что он побывал действительно в средних веках. Осознал то, что осознавали жители средних веков. Прям рыцари, вассалы, которые верили в чудеса, в вампиров, там, демонов и так далее. А неправда. И вот чтобы вас избавить от этой проблемы, чтобы вы сразу шли и видели, ага, нет, вот это, это не замок. Это так, типа усадьба, типа такой богатый домик, который типа средневековый. А вот то, настоящее средневековье. Поэтому сейчас разложу, разъясню. Наконец-то разрулю этот момент, понимаете, по полочкам расставлю все точки. И чтобы навсегда, раз и навсегда этот вопрос закрыть, чтобы он больше не повторялся, не возникал. И каждый раз, когда я буду говорить отныне и впредь, что это замок, настоящий замок, значит, я буду иметь в виду настоящий средневековый замок. Если же я буду говорить это дворец, либо псевдозамок, то вы будете уже понимать, о чем речь. Поехали. Так часто было, что практически у каждого знатного, у каждого маломальского рыцаря в средние века было собственное богатое жилье, серьезное, укрепленное, где он мог закрываться на замок. Отсюда и замок, и замок в русском языке. Так же, как и в немецком языке, раньше это все называли словом «шлёс», что также переводится как «замок» либо «замок». Но со временем, когда уже настало новое время, когда появился Ренессанс, когда изобрели огнестрельное оружие, то надобности в настоящих средневековых укреплениях в замках уже не было, она просто ушла. Поэтому рыцари потеряли работу, и богатые люди уже начали строить не укрепления со стенами и башнями, чтобы защищаться во время войны, а просто репрезентативное жилье. Мол, посмотрите, как я красиво живу для выпендрежа. И поэтому замки средневековые начали перестраивать во дворцы, в просто роскошное жилье. Знаете, как там, возьмем Петергоф какой-нибудь, да? Это дворец-то, понятно, Екатерининский, это дворец. Это ни в коем случае не средневековый замок, потому что он не для обороны, он для того, чтобы понтоваться, чтобы просто показывать красота, богатство, роскошь, отличные у меня дворцовые помещения, кожные обои и так далее. А практической функции в этом, в общем-то, нет. И поэтому огромное количество, большую часть замков, что мы знаем, в Германии и вообще в Европе, перестроили, и они превратились во дворцы, они утратили свою оборонительную функцию. Но, тем не менее, в них еще часто заложены именно первые следы, стены, там, фундамент еще средневекового настоящего замка. Немцы запутались и решили, подождите, мы все называем словом шлес. То есть, при этом непонятно, это дворец, который перестроили, и какой-нибудь псевдозамок, который построили в 19 веке, просто потому что в 19 веке было модно строить что-то типа средневековое. Как, например, Нойшванштейн, всем известный, пресловутый, камень девяти свиней, как вы помните, ему, он вообще молодой. То есть, ему сколько, он был построен в 1870-х, это вообще, это совсем недавно. То есть, это уже почти современность, и тут строят на горе огромный средневековый замок. Конечно, это не замок, это псевдозамок. Либо, как решили немцы, называть это все дворцами. Сейчас начнутся, найдутся умники, я уверен, которые скажут, ты что, я в словаре посмотрел, там написано шлес, это замок. То есть, приблизительно 100 лет назад, в начале 20 века, немецкие искусствоведы, историки, они решили, давайте мы будем строго различать. Все, что мы отныне и впредь называем шлес, это будет дворец. Именно не оборонительное сооружение, а просто репрезентативный, роскошный такой, опачки такой, попонтоваться дворец. А все, что мы будем называть словом бург, это будет настоящий средневековый рыцарский замок. И отныне у немцев практически, где бы вы ни смотрели, любой какой-нибудь замок, который вам приходит в голову, там какой-нибудь Крипштайн, здесь недалеко в Саксонии, они его называют бург, бург Крипштайн. Соответственно, это средневековый рыцарский замок настоящий. А если они говорят шлес, например, шлес Нойшванштайн, то это дворец Нойшванштайн. Правильно было бы говорить именно так. Но так как в русском языке нет такой конкретной культуры замкостроения, то мы до сих пор сильно не различаем, и нас легко очень сбить с толку. И поэтому я хочу, как у немцев принято, внести такую ясность, такое правило. Наслышали мы уже, давай дальше. А, уже все понятно? Я что-то сильно размусолю, потому что люди это не все понимают. Вот, например, в Мейсоне я вам рассказывал про Альбрехтсбург. Он очень забавно называется. То есть называется он Альбрехтсбург, то есть крепость Альбрехта по-нашему. Бург – это в исконном понимании город, либо крепость, град, либо замок. Но перед ним стоит приставка шлес, то есть это шлес Альбрехтсбург. То есть это дворец Альбрехтсбург. Дворец под названием Альбрехтсбург. И это первый дворец в истории Германии. То есть это первое здание, которое уже стало не оборонительным, а репрезентативным. Первое. Поэтому это старейший и первый дворец в Германии, а не замок. Это очень важно. Все путают. Даже по-английски говорят, называют его кэссл. Хотя он на самом деле пэлэс. И это принципиально важно в данном случае. И во многих тоже других случаях. Есть вообще даже такая фигня. В городе Золингене замок, точнее дворец, который называется Шлесбург. То есть, если на наш язык переводить, то это дворец-замок. Дворец под названием замок. Вот так забавно. Это такое довольно интересное сооружение в городке Золинген. Может быть, кто-то из вас знает оттуда. Он очень известен своими ножами, мечами. И вообще это город Клинков официально. Его так называют. Клингенштадт, по-моему, его так называют. Золинген. Город лезвий или город Клинков. Потому что там еще с 14 века производят самые лучшие, самые качественные мечи вообще во всей Европе. И даже есть такой известный знак качества, когда на мечах писали еще в 16 веке. Ме фекет Солинген. Что означает «меня создал Золинген». Это значит просто пушка. Просто круче меча не найдешь. Кстати. Кстати. Вот даже. Ну, ребята, которые знают толк в ножах. Тоже Золинген. Это фирма Бекер. Самая известная, самая масштабная. Практически монополист, которая все сжирает. Но там очень много других мастерских, которые до сих пор. Вот частные мастерские, где один дедуля сидит, делает свои мечи в городе Золингене. А это, кстати, серия АК-47. Понял? Ты понял? Так и написано. Вон. 47 2017. Видите, насколько уважают немцы наше производство советское. Хотя, так можно было бы подумать. На самом деле, этот дизайн и вообще эту идею придумал русский работник в фирме Бекер в Золингене. Но, скажем, немцы уважают. Они же разрешили, дали это добро. В общем, опять лирическое отступление. И вот, что мы имеем. Отныне, когда мы будем вам показывать, рассказывать. И в следующем видео, когда я вам буду приводить примеры лучших замков и дворцов. И в наших путешествиях дальнейших, которые, я надеюсь, состоятся во все эти замки и дворцы, которые я буду называть. Если я буду говорить, что это настоящий замок, то это значит настоящий рыцарский средневековый замок. И когда я буду говорить, что это дворец, либо это псевдозамок, то значит, это уже не средневековье. Это уже не настоящее. Это значит, там не жил рыцарь, он не воевал во имя Господа и во имя его помазанника и наместника на земле правителя, вассала, которому он служит, разумеется. Он не был рыцарем железной рука, знаешь, такого слышал? Но это самое известное, считается, последний рыцарь Германии. Гёте еще про него писал, что он якобы придумал фразу «поцелуй меня в задницу», по-немецки. «Дукан смеха маша лейк», он сказал. Но это по Гёте. А? Лизнуть, а не поцеловать. Да, но по-русски не говорят «лезнуть в задницу», по-русски говорят «поцелуй в задницу». Вообще, это американская фраза такая, короче, суть вы поняли, что считается, что это рыцарь железная рука, Айзена Хант. Он говорил, когда за ним пришли, он сказал «да, вот он я, каков меня, каким меня Бог создал и позже мир сформировал». Вот так красиво он разговаривал. Блин, что-то вообще туристы нарушают всю сказочную атмосферу. Нормально, да? Блин, вообще обнаглели. А можем мы, кстати, спросить, они знают разницу между Schloss и Бург? Представь, могу я вас спросить? Вот, смотрите, она говорит, что, она сразу сказала, что Бург, то есть замок, это нечто такое средневековое, а Schloss это репрезентативное для понтов. Что же? Сейчас я еще кусочек спросил, подождите, мне интересно. Важно, могу я вас спросить, что-то маленькая вопрос? Да? Вы знаете, что-то с помощью случая-то с бургом? То есть, что-то с бургом или собственность, это фраза? С公рой и ста с боргом, это как то, что-то с прозвитивным койлубом. Вы знаете это? Да, это здорово. Правильно. Акадный вопрос. Вы знаете это? Да, правда. Немцы все знают, блин, вот уже трех мы спросили, да, все говорят правильно, все отвечают правильно, то есть немцы в курсе, а вот наши нет, это не потому что наши тупые или что-то еще, ни в коем случае нет, это всего лишь потому что у нас нет культуры вот этих замков, это понятно, но откуда, откуда там в России, да, где, вот ты когда жил, ты что так в замках разбирался в Украине, но в Казахстане, вы знаете хоть один казахский замок, нет, не разбираются, поэтому это нормально, я хочу вам упростить это, а здесь у нас как получилось, что здесь действительно когда-то вот эти руины, что вы видите, это руины настоящего среднякового замка, но в 18 веке, когда уже никакие замки не строили, когда строили уже дворцы репрезентативные, местный правитель решил, возьму-ка я эти руины и чуть-чуть так, чуть-чуть подстрою, чтобы типа красиво было, типа, как будто здесь замок, и немножко их изменил, и получилась такая прикольная штука, такая, вроде полусредневековые руины, а наполовину это уже романтизм и муляж, вот, или есть вообще возле Касселя, ты был в Касселе, нет? Да, слава богу, хоть в Касселе был, это унылый серый город на самом деле, но там наверху есть такие псевдоруины, Левенбург называется, Львиный замок, который вот так со стороны, ты на фотке увидишь, на фотке, подумаешь, вообще средневековый замок, а им, блин, чуть больше 100 лет, это вообще ни о чем, но они даже чуть старше, чем Нойш-Ванштейн всеми любимый, Да, а здесь недалеко от Дрездена есть тоже, кстати, шлёс Бургк, вот так, там Бург и на конце ещё К, то есть тоже можно спутать, такая фигня, но если ты в теме, если ты знаешь, если ты как бы такой инсайдер, то ты сразу же раз, ага, просёк, это шлёс, соответственно, это дворец, соответственно, его перестроили, и он уже мало средневековый, и такого очень много, и всё это будет, всё, что я говорю, отнесено к последующим нашим видео, к видео о дворцах и замках лучших Германии, которые будут следующим, и которые, надеюсь, мы все объездим с тобой, если вы нас будете поддерживать, если публика будет, аудитория, мы каждый из них обязательно объездим, изучим, исследуем со всех сторон, прям выжмем прям всю эссенцию, весь кайф из этих замков, и дворцов, и псевдозамков, и вообще, и романтизма, есть очень крутые, есть такие, вы даже не представляете себе, что есть в Германии, о чём люди просто не знают. Так что, перейдём дальше уже к этому, к этой истории, а пока будем наслаждаться видами, правильно? Ну что, пора завязывать, слишком, опять я разболтался, слишком долго вот это всё, по пивку, да? Давай, а, блин, мне же нельзя, у меня, я же на антибиотиках сейчас, блин, ну, тогда закрути мне одну, это можно, давай, погнали, уже хватит мне тут сидеть. Это, кстати, тоже кое-что интересное, но в другой раз, в другой раз об этом. Спасибо.